Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором каждый день вы можете посмотреть огромное количество видео по танкам, но только не на одном моем канале, а на двух. И это связано с тем, что в день мои подписчики получают не более трех уведомлений от ютуба о том, что вышло новое видео. Так вот, для того, чтобы ничего не пропустить, ребят, подписывайтесь на оба моих канала, ссылочку на второй канал вы найдете в описании. Буду благодарен, если поставите лайк данному видео за мои труды и старания. Я действительно пытаюсь показывать вам все таким, какое оно есть на самом деле. И у нас появилась рулетка на КПЗ-07РХ. Это средний танк 8 уровня, коллекционная машина. И в рулеточке он стоит довольно-таки немало. В отношении ценника по рулетке, здесь 18 прокрутов обойдутся вам в целых 16762 единицы золота. Стоит отметить, что в данной рулетке есть легендарный внешний вид на данную машину. И с ним он смотрится довольно неплохо, за исключением вот этой вот лабуды, которая меня, честно говоря, раздражает. Если бы ее здесь не было, мне кажется, было бы гораздо интереснее. Но о вкусах не спорят, просто высказывают свое субъективное мнение. В отношении компенсации за данную машину, в случае, если у вас эта машина есть, то компенсации 3750 золотом. Поэтому, если вы хотите пособирать немножко контейнеров, то рекомендую крутить рулетку в пределах вот этой суммы, в надежде на то, что помимо контейнеров вам еще и дропнется главная награда. Но, скорее всего, этого не произойдет, и вы получите машину на последнем прокруте, потому что здесь шанс выпадения танка 0,15%. Ну, хотя бы не 0,05% это уже гораздо лучше, хотя большими шансами это реально не назовешь. В отношении легендарного внешнего вида на данную машину, камуфляж с вероятностью 1,67, что выше, нежели огнегарпун, но не намного, и немножечко ниже, нежели анимированный аватар, который, мне кажется, вообще никому не нужен. Короче говоря, если будете крутить рулетку, и, скорее всего, на последних двух прокрутах вы заберете себе танк, то тогда, в случае, если вам повезло и забрали на 16 прокруте включительно, то машина обойдется вам со всеми приблудками, которые там есть в этой рулетке, обойдется вам в 12 012 голды. 17 прокрут 14 762 золотых. Короче говоря, если забирать на последнем прокруте, то тачка получается реально очень дорогой. В отношении того, что буду делать я, я покручу эту рулетку ради контейнеров «Собери их все», потому что мне необходимо 5 контейнеров для того, чтобы получить 1000 голды компенсации, а значит, часть рулетки я в любом случае окуплю. Мало ли, вдруг оттуда еще что-то выпадет, да и, в принципе, здесь контейнеров «Собери их все» достаточно для того, чтобы вы окупили рулетку на 1000 голды. Таким образом, если прокрутите рулетку до конца, из контейнеров «Собери их все» и из «Мистиков» вы ничего не получите, кроме талисманов на 1000 золота, то тогда вам рулетка обойдется в 15 762, то есть на 1000 дешевле. Ну и второе, что мне необходимо, мне необходим контейнер «Мистический». Сейчас объясню почему, потому что у меня в хранилище есть уже собранных талисманов на «Мистический» контейнер 2 уровня, 14 шук из 15 необходимых, и когда я открою «Мистический» контейнер 2 левела, у меня откроется возможность открыть контейнер 3 уровня. Короче говоря, «Мистики» в этой рулетке меня интересуют гораздо больше, нежели главная награда. Ну что, ребят, давайте начинать крутить. Первые прокруты, кстати, не такие уж и дорогие. 20, 50, 75, ну и в принципе до шестого прокрута включительно. Я не считаю стоимость данных прокрутов действительно какой-то значимой. Все это золото можно получить просто просматривая рекламные ролики каждый день. Ну что, поехали. Первый прокрут за 20 голды. Скорее всего будет серебро, свободный опыт, иксы, ну в общем то, что самое дешевое. Получаю себе обвес. Великолепно. Тыкву забираю, которой много лет в нашей игре. Ну окей, хорошо. Может куда-нибудь на какую-то тачку водружу, и буду праздновать Хэллоуин с великолепной тыквой, где-нибудь стоящей на башне. Три контейнера, собери их все. Получаю за 50 золотых монет. Слушайте, ну это действительно выгодно, и даже если ничего не получу из них, то в любом случае я забираю себе три талисмана на потенциальную тысячу золота. Ну, как я говорил, мне талисманов не хватает совсем ничего, поэтому в целом из данной рулетки, возможно, я заберу себе все-таки тысячу голды и немножко окуплю рулеточку. Забираем. Вроде бы открыл все. Едем дальше. 75 золота. Пока удивляет то, что мне выпали собери их все раньше, чем выпало серебро в количестве 50 тысяч. Выпала свободка за 75 голды. Ну, в целом, 2000 свободного опыта за 75 золота я бы, наверное, купил, если бы продавали. Почему бы, как говорится, и нет. Хотя можно пофармить немножко и насобирать те же самые 2000 свободки. Еще забираю 2000 свободного опыта, но уже немножко дороже. За 100 голды, за 150 золота. Ну, давай, дай мне мистики, пожалуйста. Нет. Забираю контейнеры, собери их все, а значит, возвращаю себе тысячу золота и ухожу в плюс. В любом случае. Ну, и вот этого момента я в том числе ждал. Как я говорил, меня интересуют контейнеры. Собери их все и интересуют, соответственно, мистические. Забираем тысячу, открываем еще один контейнер. Ну, дай мне еще танк. Давай танчилу мне. Нет, танк не выпадает, к сожалению. Беда бедовая, но с другой стороны, давайте посчитаем. Тысяча золота мне вернулась. Ну, это в моем случае, потому что были талисманы. Возможно, у вас они тоже есть. А потратил я существенно меньше тысячи. Поэтому, ребят, пока нахожусь в плюсе. Нахожусь, можно сказать, не просто в окупе, а в плюсике таком жирном. Где-то на 250 голды. Точно там считать не буду. И вот они. Вот они, ребят, мистические контейнеры, ради которых я крутил эту рулеточку. Ну что, открываем. Поехали. Открываем контейнер. Контейнер второго левела. Здесь шансы получить мистический сертификат выше в два раза. А в мистическом сертификате, несмотря на то, что у меня очень большая коллекция танков, есть все-таки тройка-другая танчиков, которые я хотел бы получить себе бесплатно. В частности, ледяной, супергусь, Т-34, который является той же самой машиной, что обычный Т-34, просто в легендарном внешнем виде. И это вот танчик, который я хочу чисто в коллекцию. Есть еще такая машина, как Т-34-3, которая отсутствует, но не сильно мне нужна. ВЗ-112-2. Кстати, неплохая машина, и хотелось бы получить ее именно бесплатно. Ланс-НС, который мне, в принципе, не нужен. Но если выпадет, то все равно приятно, поскольку не было. И колебан. Вот эта машина мне действительно надо. Все остальное находится чуть ниже, но мало меня интересует. Всякого рода семерки. Но это дело наживное. Можно будет, если что, потом, в принципе, их и так где-нибудь купить с какой-нибудь скидочкой. Ну что, открываем мистический контейнер второго уровня. Шанс выпадения 10%. Оправдает себя или не оправдает? Но не оправдал себя шанс. Не оправдал. Контейнер третьего уровня. И здесь у нас, ребят, хранится очень интересная вещь. Анимированный аватарчик, который стоит 10 тысяч голды. И вот этот фон профиля, который можно продать за 50 тысяч золота. И шансы на выпадение этих вещей не такие уж, конечно, и большие. Всего лишь 1% на фон профиля. Ну и в отношении анимированного аватара 2%. Короче говоря, шансы на уровне Плинтуса. Но я все-таки надеюсь и держу пальцы крестиком. Ну, даст мне, боженька, сегодня чего-то жирного. Или выпадет просто свободка и иксы. Давай, родимая. Ну, вот зараза. Ну не зараза, ну скажите мне. Ну столько собирать. Столько собирать и забрать себе 15 тысяч свободного опыта. И всего лишь 2 сертификата на 200 единиц свободки. Ребят, напишите свое мнение по поводу открытия мною контейнера 3-го левела. Мне будет крайне интересно почитать. Ладно, открываем оставшиеся контейнеры мистические. Уверен, что здесь сертификата никакого не будет. Но если он не выпал с шансом в 15%, то как ему выпасть с шансом в 5? Вот так, ребят, разочаровался я. Разочаровался я в этих контейнерах, конечно. Ну, давайте еще немножко покрутим рулетку. До конца идти не вижу абсолютно никакого смысла. Машина мне это не нужна, она есть у меня в коллекции. Просто покажу вам, какие шансы что-то из этой рулетки достать на каких-то плюс-минус первых прокрутах. Ну, серебро. Вот так вот, ребят. Забираем серебряндию. 597 голды. Но... Еще раз забираю серебро. Ну какой ужас, какой кошмар. 750 золотом. Куда я добрался? Я добрался до 10-го прокрута из 18 возможных. Давайте сделаем еще одну-две крутки. И на этом я точно успокаиваюсь, потому что сейчас будет серебро. Нет, не угадал. Но в любом случае собери их все, точно ничего не заберу. Разве что опять талисман. И этих талисманов мне надо опять 5 штук. Забираем. И 935 голды. Прокручиваем. Ну кто бы сомневался. Кто бы сомневался, что рулетка меня сейчас вдует по полной программе. Давайте теперь смотреть на шансы. Следующий прокрут. 1150 золотом. Шансы получить машину чуть выше полупроцента. В отношении контейнеров собери их все. Один контейнер с вероятностью 35%. И это самый высокий процент по возможности выпадения. На втором месте с вероятностью 33% округляя. Х5. Ну и дальше все по мелочевке в отношении процентов и шансов выпадения. Теперь в отношении ценника. 1150. Если говорить о выпадении контейнера собери их все. То лучше за 1500 купить сразу 3 контейнера, нежели один получить. В отношении мистиков. Ну как бы не вижу тоже смысла за 1150 их покупать. Причем они навряд ли мне выпадут. Иксы мне не нужны. Я считаю, что х5 в количестве 10 штук явно не стоит 1150. Анимированный аватар вообще меня не интересует. Ну а в отношении огни гарпуна, то это в принципе его себестоимость. Поэтому как бы тоже не особо интересно. Так что ребят, на этом я заканчиваю про крут рулетки. Показал вам реальные шансы выпадения чего-либо. Посмотрели с вами на реальные шансы получить мистический сертификат из контейнера 3 уровня. Что к сожалению себя не оправдало. Ну а вы друзья мои, если за честность на канале и честность автора. Обязательно подписывайтесь на оба моих канала. Прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. Выбирайте все уведомления с канала. Ну и буду благодарен вам за то, что поставили лайк под данным видосом. Стараюсь специально для вас и пошел снимать следующее видео. А вам друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok